Здравствуйте! С вами Несерович Екатерина и это новости in Poland. Тема сегодняшнего нашего выпуска. Елочный лес на стадионе Вроцлав. Зимний выпуск фестивалей ручных работ на Сольной площади. В Польше продолжаются ограничения из-за коронавируса. Гастономические заведения преодолевают кризис, организовывая рождественские ярмарки. Во Вроцлаве установили металлические сердца для помощи больным детям. Глинтвейн, праздничная иллюминация, рождественское настроение. Все это можно попробовать, почувствовать и увидеть в замке Топач. А теперь подробнее. Хотите волшебное путешествие и романтическую прогулку? Посетите парк иллюминации в замке Топач. Миллионы световых огоньков, сверкающих в водной глади в парке, романтическая музыка с разных континентов и природное очарование создают отличную атмосферу для вечерней прогулки. Здесь, если вы задействуете свое воображение, у вас есть возможность полетать на воздушном шаре, покататься на каноэ или полетать на самолете. Все благодаря пейзажу, сияющему миллионами разноцветных огней в сочетании с романтической музыкой. При входе в парк вы получаете карту с обозначенными достопримечательностями и направлениями их осмотра, а также карту с загадками и головоломкой. На территории замка есть киоски с горячими напитками и закусками. Идеально подходит для начала или завершения прогулки. На прогулку нужно зарезервировать около часа. Вход в парк иллюминации путешествия в страну воображения платный. Билеты можно приобрести на месте или на сайте. Вечерняя прогулка в удивительной сказочной атмосфере позволит расслабиться всем семьям, а волшебный лабиринт, в который ведет данное путешествие, позволит каждому из нас найти в себе ребенка. В третий раз в столице Нижней Селезии на стадионе Брослав создан лес елок. Самое большое в городе место с новогодними елками, площадью 1200 квадратных метров. Каждую из сотен елок распаковывают из сети и ставят на подставку. Посетители могут прогуляться и ценить каждую елку со всех сторон, что облегчит принятие решения о покупке елки своей мечты. Способ подачи, разнообразие деревьев и неповторимый запах заставляют гостей елочного леса чувствовать, будто они отправляются на прогулку по лесу. В елочном лесу можно встретить пихту кавказскую, ель обыкновенную и ель европейскую. Все виды новогодних елок будут обрезаны и посажены в горшках высотой от 40 см до 6 метров. В елочном лесу посетители также найдут решение из вечной проблемы сборки елки. Благодаря системе Изификс сборка на подставку займут всего лишь 15 секунд, а дерево будет стоять ровно. Дрежевка продажем уже от 2009 года. Видя радость клиентов, которые выбирают дрежевка, приезжают своими родинами, хотели мы просто выезжать по-за стоиско. И ствердили, что помощь, при оказе, продажем дрежевка, несущая помощь тем, что можно это по-оукости, ствердили. 10 злотых с каждой проданной елки будут переданы детям-больным онкологией из клиники Мыс Надежды. В прошлом году удалось собрать более 12 тысяч злотых, и владельцы надеются, что с помощью клиентов этот результат будет еще больше в 2020 году. Елочный лес открыл с 4 по 23 декабря с 9 утра до 9 вечера. Зимний выпуск фестиваля ручных работ на этот раз проходит на Сольной площади во Вроцлаве. Фестиваль ручных работ – это мероприятие, посвященное работе местных мастеров-ремесленников. Они живут во Вроцлаве и в его окрестностях, занимаясь различными видами ремесла – мебелью, украшениями, одеждой, игрушкой, керамикой, живописью, графикой, сумками, украшениями для дома и многим другим. Рэнки Дзеула Фест от 2013 года организованы через фундацию. Это «Свято локальных артистов Рэнкодзеу». Это на весне и на зиме до той поры отбывалися эдиции в Кине «Новые Хорезонты», а летом вся эта импреза преносися до рынка на пресече железнече. Этот год – это уже такой рок измен. И в результате на данные условия, зимовую эдицию здесь первый раз организуем как фундацию на Плаце Сорном. А по кое импреза повстала? Она прежде всего повстала по тому, чтобы промовать локальное рэнкодзеу. Прежде всего не только творцов таких więksших, но и тоже этих дробных ремесленников, или людей, которые стри-то хоббистично творят какие-то прекрасные вещи. Из-за ограниченных условий на площади размещено около 20 небольших палаток, где художники представят свои работы вживую. Здесь можно найти украшения, керамику, одежду, игрушки, украшения и небольшие сувениры. Это отличная возможность получить уникальные подарки и поддержать местное искусство. В течение трех выходных декабря при соблюдении мер безопасности можно посмотреть вживую и купить продукцию напрямую у артистов. Мероприятие было создано для обеспечения более тесного контакта между артистами и публикой, а также между самими артистами. Данное мероприятие можно еще успеть посетить 19 и 20 декабря с 11 утра до 6 вечера. Сердца для Вроцлавского хосписа для детей В разных местах Вроцлава появились 10 сердечек-контейнеров для пробок, которые собирают Вроцлавский детский хоспис. Финансируя контейнеры, город решил поддержать деятельность фонда, который на протяжении многих лет помогает наиболее тяжелым больным детям во Вроцлаве. Эти сосуды в форме сердца символичны. Они напоминают, что сердце, которое у нас есть, и должно быть для самых нуждающихся. Немного есть более трудных вещей в жизни, чем неизлечимая болезнь ребенка, поэтому мы помогаем и призываем жителя Вроцлава помогать. Сбор пробок сочетает в себе заботу окружающей среде и переработку, и в то же время это легкий способ помочь, сказал мэр города Вроцлава Яцек Сутрик. 10 сердечек стоят в разных частях города. Контейнеры выполнены из стали. В такую тару уместится более 700 литров пластиковых пробок. Эти крышки будут переданы организации на переработку, а средства, полученные от продажи, будут направлены на лечение и реабилитацию больных детей. В районе четырех храмов проходит рождественская ярмарка. Избранные рестораны в Рославе решили объединиться на два уикенда, организовав рождественскую ярмарку в форме на вынос на улице Святого Антония. Рождественская ярмарка это совместный проект 17 ресторанов. Большинство из них в выходные 12 и 13 и 19 и 20 декабря с 12 до 20 часов будут готовить специальные блюда для жителей Вроцлава и туристов, а некоторые из них выступят в качестве экспонатов ремесел и искусства, как в витринах, так и в интерьерах. Гостей ждут новогодние лакомства и идеи для подарков для близких. Организаторы прогнозируют, что участники ярмарки будут есть и пить на ближайших скамейках. Напомним, что из-за пандемии коронавируса гастрономия находится во второй изоляции, а это значит, что она не может принимать гостей внутри. В то же время магистрат отказался от организации ежегодной рождественской ярмарки на рыночной площади, по крайней мере в установленные сроки. Мероприятие на улице Святого Антония – это реакция местных ресторатов на сложные условия, которые, как видите, также являются вызовом, мотивирующим к созданию. Кажда из рестораций приготовила специальные мини святочные. Опрочем, в каждом локале помещаются артисты в Вроцлаве. Ремеселы, ремеселы. Как у нас можно увидеть, это вианки, строики. Каждый локал приготовил что-то из-за чего-то. Додатковое, так как вспоминала раньше, святочное меню. У нас есть это панцеротто, посланное флажное масло. Наталинку и рикотту на сладко. Соломное масло с синками, с салами пикантной. Все напитки будут стоить 12 злотых, а цены на блюдо колеблются от 10 до 28 злотых. В некоторых ресторанах также будут представлены изделия ручной работы и предметы искусства. Вы найдете там поделки из полимерной глины, брелоки, броши и украшения, изделия из керамики и иллюстрации, феминистические носки и многое другое. Это были все новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий. И не забудьте подписаться! Субтитры создавал DimaTorzok